Поваленные березы, шум измельчителя древесины и расстроенные происходящим граждане. Так выглядит будний день жителей района Галенщина. Ранее этот участок был обычной зеленой зоной, расположенной на берегу Рюминского пруда. Однако, по словам местных жителей, уже год они борются за его сохранность. Не так давно земля была приобретена частным лицом, и теперь здесь планируется постройка трехэтажного дома. Об этом говорит соответствующая документация, которая оказалась в руках обеспокоенных соседей. Им удалось выяснить, что собственник земли ранее уже строил себе дом в нескольких метрах от вырубки. При этом применив технологии, при которых производилось засыпание Рюминского пруда грунтом. Местные жители переживают, что и в этот раз водоему будет нанесен ущерб. Там, видимо, будет засыпаться, точно я не могу сказать, потому что дом-то как-то должен размещаться. Здесь земля вообще насыпная, а дальше идет обрыв. Где он будет размещаться? Мы хотим вообще узнать, законно ли это вообще будет здесь постройка. Кто выдавал разрешение на строительство. Порубочные карты никто не предоставил, хотя я сегодня спрашивала у рабочих. По документам, на месте вырубленных деревьев должен появиться дом с площадью застройки 160 метров. Местные жители говорят о том, что участок слишком мал для большого дома. У них появилась информация о том, что при строительстве здесь будут также использоваться сваи. Кроме того, людям удалось выяснить, что пространство между уже существующим домом собственника и будущей застройкой тоже выкуплено. Это небольшой перешейк, поэтому местные жители считают, что водное пространство между домами рано или поздно тоже будет засыпано. Таким образом, здесь появится шикарная резиденция на воде. Чтобы предотвратить нанесение ущерба природе, жители улицы Светлой не сидят на месте. Мы в том году писали в разные инстанции, и в природоохранную, и в администрацию, и в прокуратуру. Ну, ответ был дан, что все законно. В то же время местные жители уже привыкли к березам, которые растут вдоль всей линии берега. В день приезда техники они своими силами старались предотвратить вырубку деревьев. Люди перекрыли дорогу к участку своими машинами. Однако после этого в конфликт вмешались представители госавтоинспекции, и техника была допущена до участка. Рубят березы, то есть это деревья ценных пород. Согласия соседей ни у кого не было. Они не брали. Хотя закон гласит, что даже на своей территории собственник, когда врубая деревья ценных пород, он должен согласовывать с соседями. Люди хотят лишь одного, чтобы легкие нашего города продолжали расти и приносить удовольствие местным жителям. Раньше в том месте, где сейчас вырублено большое количество берез, ловили рыбу и играли дети. Соседи говорят, что в советское время была установлена допустимая граница застройки, и сейчас новый застройщик переходит все ее пределы.